Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу сегодня рассказать пару забавных историй Прозвлекать вас, так сказать Одна история связана с образом жизни Довольно-таки существенной категории, части, количества канадских пенсионеров Дело в том, что довольно-таки большое количество пенсионеров С наступлением холодного времени года в Канаде То есть где-то с октября месяца Мигрируют в теплые страны, в теплые края И я вот до буквально недавнего времени До этого разговора, про который я хочу рассказать Был уверен, что мигрируют обычно канадские пенсионеры Исключительно в Флориду Ну, на худой конец, куда ему страны латиноамериканские Однако, буквально пару дней назад Я столкнулся с довольно-таки загорелым, бодрым Лет, наверное, 60 пенсионером Который все время Это все было по поводу того, что он приехал, так сказать Как перелетная птица из зимней спячки, из Вьетнама И вот он всем недоволен Качеством сервиса он недоволен Погода недоволен Ценами недоволен Я, говорит, могу купить пачку сигарет во Вьетнаме за 1 доллар Здесь я должен платить 13 долларов за пачку Если я иду в магазин, то в магазине я там оставляю 5 долларов А здесь я оставляю 50 долларов Здесь я беру такси, оставляю 15 долларов А там та же самая поездка мне обошлась бы за 3 доллара Максимум И вот он все по этому поводу переживает и переживает Переживает и переживает Я говорю, слышишь, милый друг, ну если тебя что-то не устраивает Ну ты бы переехал совсем туда Он говорит, нет, не могу Если я туда уеду, я не смогу получать полную пенсию Буду получать только половину И так тяжело вздохнул И мы на этом разговор наш закончили Это первая история Вторая история Значит, сегодня был в университете Бишопс И рядом с университетом есть Бишопс Колледж Сколл Это частная школа для детей Типа пансионата И там учатся в основном латиносы китайцы И латиносы, опять же И вот я, значит, вышел из машины Встаю, разглядываю архитектуру, дом И вдруг слышу Идут два молодых человека Такие упитанные Круглолицые В футболках Хотя сегодня было плюс 12 градусов И что-то меня зацепило В их разговоре Я прислушиваюсь А там Отборный Трехэтажный Русский мат Я думаю Ёкарный бабай Где же вы его успели подцепить-то В вашем возрасте Еще раз говорю Школа очень дорогая Там что-то говорят Тысяч 60 в год За эту школу платят То есть Ну, по идее Там должны быть Ну, если не сливки общества То, по крайней мере Дети из Обеспеченных То бишь Хорошо воспитанных Как мне кажется Семей Но нет Но нет Но нет Я был в шоке Услышать В Леноксфере В англоязычном Маленьком Анклаве Шербурга В дорога В бешено дорогой школе От местных учеников Ну, то есть В медвежьем углу Грубо говоря Русский мат Это было что-то с чем В общем Такие вот Веселые истории Надеюсь, я вас поразлег Как поразлегся сегодня сам Да, всем откланиваюсь Всем хорошего дня И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok